Седьмого, восьмого, девятого и десятого. Мы ждем вас на премьеры нашего нового мюзикла «Римские каникулы». В репертуаре музыкального театра мюзиклы есть, но этот обещает быть особенным, ведь подход к нему совершенно иной, непривычный как для труппы, так и для зрителя. Режиссеры-балетмейстеры много лет работают в тандеме, а это уже говорит о крепкой творческой коллаборации и выработанном стиле. Постановочная группа приехала из Хабаровска специально, чтобы поставить спектакль к Международному женскому дню. Мы стараемся создать настроение, настроение жаркой, знойной, эмоциональной Италии. Надеемся подарить всем хорошее настроение и праздник, ведь все, что нам нужно, это всегда поддерживать друг друга во все времена, и чтобы светились глаза, и хотелось любить, жить и творить. На настоящий момент, на каком этапе сейчас идет работа? Мы собрали первый акт, сейчас мы приступили к постановке второго акта. Очень у нас высокий темп, артисты немножечко в шоке, но они очень стараются. Я думаю, что нам удалось создать дружескую, веселую, игровую атмосферу, и в целом, ну, нормально мы продвигаемся по плану, скажем так. Музикл — это и песня, и актерская игра, и хореография. Как это все совместить, чтобы это выглядело органично? Здесь большую роль играет хореограф-постановщик. Это обязательно должен быть человек, который понимает, который уже готов на любые эксперименты, который тебя чувствует, с которым вы вместе готовы на любые шалости. У меня прекрасный балетмейстер — это София Прилудская. Мы с ней уже не первый спектакль вместе делаем. Вот, и это, наверное, залог успеха, хорошая команда. Пить кофе в уличном кафе, пускать солнечных зайчиков, маленьких зеркал, бросать планеты фантазии, еще дождем, блядь, и сонтар, и еще танцевать. Танцевать, танцевать, танцевать. Главную роль сыграет колоритная и яркая артистка, которую рязанские зрители знают хорошо. Вот только чаще всего ее голос звучит в опере, поэтому в постановке мы увидим ее совершенно с новой стороны. Хотя характер героини, по признанию самой солистки, ей близок. У меня героиня очень интересная, непосредственная, разнохарактерная, очень увлеченная, любящая жизнь. И такой человек, наверное, где-то как большой ребенок, потому что ей претят все правила, ей надоело соблюдать какие-то законы. Она на самом деле обычная девочка, которой хочется мечтать, любить, прыгать по лужам, под дождем ходить без зонта, пускать солнечных зайчиков. В общем, это все достаточно интересно и очень мне близко, потому что я, как любой артист, ребенок, который выжил, и на самом деле есть что поиграть. Мне это очень импонирует. А спеть? Это твоя музыка? Это в своей степени? Для меня это такой первый опыт. Я никогда не пела в мюзикле ни разу. Вот, а эта мюзикловая партия, это совсем другое звукоизвлечение. Это более естественная звуковая подача, она более близкая. Тут никаких не нужно там придумать суперпозиции оперных и так далее. Конечно, мне близок оперный материал, конечно, я там как рыба в воде, но я как человек ищущий, как человек творческий, всегда хочу пробовать что-то новое. И, наверное, как и моя героиня, я сейчас опускаюсь в холодную воду с головой, я пробую, и мне помогают все. Мне помогает дирижер, режиссер, балетмейстер, мои коллеги, которые уже имели опыт в мюзикловых постановках. И, если честно, я кайфую, мне очень нравится. Это что-то новое. И для меня, как для артиста, это раскрытие еще какой-то новой грани, которую я могу попробовать, и в которой я могу увидеть себя иначе. То есть это в мою актерскую копилку, и меня это заряжает. Я как творческий человек просто вдохновляюсь этим. Дорогие телезрители, приглашаю вас на премьеру нашего мюзикла «Римские каникулы». Будет очень весело, солнечно, по-летнему, очень ярко, очень здорово, эмоционально. Самое главное, эмоционально со всех сторон. Вы не заскучаете ни на секунду. У меня такая героиня, которая не останавливается ни в одной сцене. То есть там меня нет буквально в трех сценах. В остальных сценах я балуюсь, пляшу, радуюсь жизни. И, наверное, хочу сказать, что этот мюзикл очень близок к каждому человеку, потому что все мы соблюдаем какие-то нормы, какие-то рамки. У нас у всех свое расписание. Мы встаем в определенное время на работу, мы соблюдаем какой-то режим. А здесь человеку этот режим надоел. И он просто хочет отбросить все рамки и увидеть, что будет, вот если их не будет, вот этих рамок, и почувствовать себя в чем-то новом, почувствовать себя совершенно свободным, совершенно энергичным. Наверное, увидеть в себе этого внутреннего ребенка и понять, как он живет, как он действует. И мне кажется, мне кажется, это близко каждому из нас. Поэтому приходите, вы увидите, узнаете, кто-то узнает себя, кто-то узнает своего ребенка, а кто-то, возможно, сам захочет окунуться в эту историю. Так что всех ждем. А как насчет мороженого? С радостью! Мы собираем желание. С насчет. Гоняйку на желание. Гоняйку начинается. А вот для партнера солистке мюзикл буквально родная стихия. Валерий, здравствуйте. Несколько слов о вашей роли, кого вы играете, что за постановку ждет наших телезрителей. Можете даже обратиться к телезрителям и пригласить. Хорошо. Расскажу о своем герое. Это американский журналист Джо Брэдли, который приехал покорять Европу, покорять Рим, покорять весь мир. Ну, для начала он пытается наладить свою деятельность в мире, собирать в Риме, собирать сенсации, например, делает, пытается сделать репортаж из закрытого казино. В некотором роде это такой авантюрист, в хорошем смысле слова. Такой легкий на подъем человек. И как раз здесь его настигает любовь, от которой он бежит. Жанр мюзикла я очень люблю. Я очень рад, когда композитор, у него же тоже у каждого композитора свой подход к теме. И здесь тоже такой, немного такой самобытный, скажем так, взгляд на мюзикл. Мы уже работали очень много мюзиклов. Баскина много, ну, слышали, конечно, и там Дунаевский тот же, да, вот потрясающая музыка. Здесь немножко, мне кажется, вот на мой, как бы, вкус, на мое восприятие, это такая немножко атмосфера каких-то по звуку. В 80-х, вот, немножко 70-х, мы вот куда-то туда возвращаемся к истокам жанра, как будто бы. Вот. Поэтому материал очень интересный. Надеюсь, очень хорошо у нас все это выйдет. Пока репетиционный процесс в самом разгаре, но вы уже можете позвать наших телезрителей. Да. Дорогие друзья, приглашаю вас на нашу постановку. Это будет отличным подарком на 8 марта всем нашим обожаемым прекрасным дамам. Результаты творческого союза и этой молниеносной постановки можно увидеть в преддверии Международного женского дня. Билетами рекомендуем запасаться заранее. Если вы знаете точно, что будет в ткани, значит, свое успеха не точно нужного, нужного, нужного варенья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова